Всем привет! Испытание полистирол-бетонных составов продолжается. Второй, наверное, после песка по спорности момент, это можно ли добавлять в полистирол-бетон жидкое мыло. Его добавляют как воздухововлекающую добавку, но положено по правилам добавлять СДО-добавку. Многие либо дорого, либо не могут найти СДО. Я себе нашел в Одессе, купил литр на пробу. Вот такая вот жижа, брашка такая по запаху и по виду. И жидкое мыло. Многие вместо СДО добавляют жидкое мыло в полистирол-бетон и говорят, что оно неплохо там работает. Сегодня хочу для вас и для себя понять, это миф или это реальность, можно ли заменить СДО жидким мылом. Поэтому сегодня в оставшиеся две формы я залью одну форму с СДО-добавкой и вторую форму с фейерой. Пропорции буду использовать те же. Четыре ведра пенопласта, одно ведро цемента, одно ведро песка. Продавец сказал, что СДО-добавки нужно на один куб пенопласта ровно литр. Поэтому, если я сейчас делаю замес четыре ведра пенопласта, значит, грубо говоря, тысячу разделить на 40 литров, это 25 замесов. Значит, мне нужно одну двадцать пятую литра. То есть, одну двадцать пятую литр это 40 миллилитров. То есть, грубо говоря, вот такую вот рюмочку я буду добавлять на один замес. И такую же рюмочку, скорее всего, я буду использовать жидкого мыла. И посмотрим уже, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините за звук, просто чтобы вы уже в процессе сами видели, насколько эта добавка действительно вспенивает растворы. Весь пенопласт, он держится одной цельной массой, а не отдельная, как по прошлому моему тесту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну что могу сказать? Ну, честно сказать, кардинально отличается чисто по плотности. И вот так вот, ну, оно всё как-то больше держится вот с СДО-добавкой. Вот по сравнению в прошлом моём тесте просто полистирол без песка и с песком. Но здесь, конечно, очень отличается по текстуре. Ну вот, держится вот как-то вот кучкой оно всё благодаря добавке, что ли. В общем, с СДО мы замешали, консистенция то, что надо, ни жидкое, ни густое. Буду накладывать в форму. Чётко на форму получилась замеса. Вышкребал бетономешалку. Так, сразу надо подписать, что это у нас с СДО. Смола древесная омыленная, добавочка называется. Так, теперь всё то же самое, только с жидким мылом. Ну, на первый взгляд, между СДО и жидким мылом я разницы не вижу. Такая же получается клейкая масса, вспенилась очень хорошо. Все шарики пенопласта между собой склеены. Одной такой кашей ворочаются в бетономешалке. Ну, буду добавлять цемент, песок. Уже в застывшем состоянии будем смотреть, есть ли разница. Замес готов. Вот такая вот консистенция. Ни густая, ни жидкая. То, что надо для полистирол-бетона. Так, ну что получается. Не знаю почему, но раствора получилось намного больше. Полная форма и в бетономешалке ещё, ну не знаю, ну, наверное, процентов 15 где-то, 20 осталось. То есть, прошлый замес я делал с СДО. Я вышкребал полностью бетономешалку и получилась одна форма. А вот с жидким мылом получилось раствора реально больше. То ли оно настолько вспенивает смесь. Ну, блин, полная форма. Ничего не обманываю. Получилось больше. Так, ну и ещё два блока к тем уже с песком и без песка. Отправляется в коридор моего дома для застывания. Чему очень рада моя жена, конечно. Но что не поделаешь ради опытов. Вы через пару секунд уже увидите эти блоки застывшие. И ещё раз для контроля. Сегодня у нас 26 декабря, воскресенье. Примерно неделю дам им застыть. И будем уже их ломать. Так, ну что, друзья. Прошла неделька. Блоки застыли. Сегодня у нас 3 января. Всех с Новым Годом. Так, ну по прошлому моему тесту с песком и без песка был явный лидер блок с песком по сравнению с блоком на чистом цементе. А вот здесь будет интересно всё-таки. Будет ли какая разница между блоком с фейри и блоком с СДО. Чисто по внешнему виду блок с фейри получился более плотным, чем блок с СДО добавкой. Более ровные стенки, гладкие. А с СДО получилось больше кратеров. Сейчас будем взвешивать. По нулям блок с фейри. Весит. Опа. 23. 23. 800. А блок с СДО добавкой. Весит. Ой, пальцы отваливаются уже. Опа. 27. 27. 600. Ну, теперь я понял, почему у меня с фейри вышел намного больше выход готовой массы полистирол-бетонной, чем с СДО. То есть, судя по всему, с фейри получилось намного больше вспенить раствор. За счёт этого его получилось намного больше. За счёт этого и блок с фейри получился на сколько? На 4 килограмма легче, чем блок с СДО. В шандарах по камере. Готово. Опа. Готово. посижу на газобетончике расскажу блок с СДО пилился намного сложнее чем с фейри, прям намного сложнее смотрим что у нас на срезе вот так вот покажу ну мне кажется что плотность шариков в блоке с СДО намного больше чем с фейри но это и объясняется тем что больше вспененный был раствор на выходе из бетонной мешалки блока с фейри получилось не блока а смеси с фейри получилось намного больше чем с СДО то есть можно сказать что СДО добавка с малодревесной омыленная она меньше вспенила раствор чем блок с мылом так по плотности ну больше крошится пока что блок с фейри да однозначно я вижу что я вижу что блок с СДО меньше подвергается деформации чем блок с жидким мылом по звуку даже отличается тут более пустой звук более полый но это подтверждается тем что здесь в этом блоке больше воздуха потому что больше вспенился этот блок за счет жидкого мыла чем с смолой древесной мылиной еще раз пошкрябаем абсолютно одинаковое усилие я прилагаю ну сами видите да можно смело сказать что замешивая полистирол бетон с жидким мылом вы на выходе получите его больше чем со смолой древесной омыленной то есть если вам допустим просто нужно сделать черновую стяжку то здесь вы получите больший выход готового продукта чем со смолой древесной но по прочности этот состав уступает составу со смолой древесной омыленной ну друзья и сегодняшнее видео по добавкам в полистирол бетон жидкого мыла и СДО подходит к концу я все таки оставляю в составе своих будущих тестов СДО потому что мне его несложно покупать оно стоит недорого 60 гривен за литр в Одессе я его беру мне на мой дом около 60 кубов полистирол бетонной смеси нужно то есть 60 литров СДО купить для возведения стен я считаю что это недорого в рамках стройки дома чтобы не рисковать и добавлять вместо положенной добавки смолой древесной омыленной жидкое мыло поэтому остальные блоки которые в будущих тестах я буду замешивать я буду замешивать с СДО ну и на сегодня друзья спасибо за просмотр увидимся в новых видео в новых тестах хорошего вам дня до новых встреч пока